Здравствуйте! Сегодня мы с вами обсудим понятие равномощности множества и понятие мощности множеств уже на общем и более абстрактном уровне. Я напомню, что два множества А и Б называются равномощными. Записывается вот так. Волнистой чертой. Если существует взаимно однозначное соответствие, то есть биекция между А и Б. Биекцию мы с вами обозначали вот так. Функция из А и Б, которая взаимно однозначна. Но я на всякий случай поясню, что Ф – это биекция. И мы с вами назовем множество счетным. Это второй пункт нашего определения и новый для нас. Множество А называется счетным, если оно равномощно натуральному ряду. В частности, мы с вами уже доказали, что целые числа, рациональные числа, квадрат натуральных чисел. Все эти множества счетным. Мы с вами доказывали, что они равномощны натуральному ряду. В нашей новой терминологии это счетное множество. А вот множество всех подмножеств натурального ряда. Равномощное интервалу 0,1. Равномощное вообще любому интервалу. Равномощное лучу любому и равномощное всей числовой прямой. Все эти множества не счетны. И мы с вами доказывали и их равномощность, и теорему Кантера, которая говорит, что подмножество натурального ряда не счетны. Наша цель сейчас – сформулировать общие свойства счетных множеств. Давайте так, свойства. Первое свойство такое. Пусть А – счетным, В – конечным, и А, пересеченное с В, пусто. Тогда А, объединенное с В, также счетным. То есть объединение счетного множества и не пересекающегося с ним конечного – счетным. Доказательства. Давайте доказательства я буду писать вот здесь сбоку, чтобы у нас с вами свойства копились. Ну, как мы это докажем? Множество – счетно. Значит, его элементы можно занумеровать натуральными числами. Причем в этой последовательности элементов множества А никакой элемент не повторяется дважды. Нумерация взаимно однозначная. А и ты не равен ажитому при и неравном жилу. Тогда, поскольку В конечна, В состоит из каких-то других элементов В1, В2, Вн. И давайте считать, что эти элементы тоже различны. Раз В конечна, значит, вот в нем какое-то ограниченное число элементов. Тогда А, объединенное с В, мы можем себе представить так, что в нем идут элементы В1, В2, Вн, а затем А1, А2 и так далее. И обратите внимание, вот в этом выписанном номерной последовательности никакие два элемента не повторяются, потому что все А, А разные с разными номерами, между собой разные, В с разными номерами, между собой разные, и А и В не пересекаются, поэтому элементы А и элементы В не могут совпасть. Поэтому вот в этой последовательности перечислены на самом деле все элементы объединения по одному разу. И нумеруем мы их так, первый, второй и так далее, Н, ты, а первый становится Н плюс первым элементом, а второй Н плюс вторым и так далее. И вот нумерация, которая показывает, что объединение конечного множества и счетного с ним не пересекающегося счетным. Доказали. Второе свойство. На самом деле идеи всех этих свойств мы с вами уже видели, когда разбирались с равномощностью разных множеств с натуральным числом. Например, помните, мы из натуральных чисел выкидывали несколько элементов, показывали, что получается множество той же равномощной натуральным числом. Вот фактически вот этот прием мы и использовали со сдвигом нумерации на несколько позиций. Второе. Пусть А счетно, В тоже счетно, и снова А, пересеченное с В, пустою. В этих условиях объединение А и В также будет счетным. Доказываем. По-прежнему А счетно. Значит, мы можем занумеровать без повторений элементы А, занумеровать натуральными числами. И В тоже счетно, поэтому точно так же мы можем занумеровать без повторений элементы множества В, тоже натуральными числами. Вот так. Тогда, что такое А, объединенное с В? Давайте расположим элементы множества А и В, чередуя их друг с другом. А первый, В первый, А второй, В второй, А третий, В третий и так далее. И занумеруем элементы А нечетными числами. Но опять, как всегда, другим цветом я пишу номера. Один, три, пять и так далее. А элементы множества В четными числами. Два, четыре, шесть. И вот это дает нам взаимно однозначное соответствие между объединением множества А и В и множеством натуральных чисел. Итак, объединение непересекающихся четных множеств также счетным. Ну, пора разобраться, что будет, если множества пересекаются. Для этого давайте поймем, какие подмножества бывают у счетного множества. Пусть А счетно и В подмножество А. Тогда В конечном или счетном. Давайте мы с вами этот факт докажем. Давайте докажем свойства 3. Пусть В подмножество А. Если В конечном, то все доказано. Вот пусть В бесконечном. Пусть так. Что тогда? Множество А счетное. Значит, элементы множества А можно без повторений занумеровать натуральными числами. Давайте теперь возьмем элемент из множества А, попавший в В с наименьшим номером. Давайте просто возьмем и подчеркнем те элементы множества А, которые попали в В. Вот, например, вот. Дальше еще какой-то элемент. И так далее. И тогда вот этот элемент мы назовем В первый, этот В второй, этот В третий и так далее. Подчеркивание означает, что соответствующий элемент из множества А попадает в множество В. Как видите, получилась нумерация множества В, которая показывает нам с вами, что множество В является счетным. Из трех этих свойств мы можем получить следующее следствие полезное. Мы можем из первых двух утверждений убрать условие того, что А в пересечении с В пусто. Если А счетно, а В конечна или счетна, то объединение А и В будет счетным. Давайте этот факт тоже докажем. А давайте рассмотрим множество В штрих, которая разность множеств В и А. Тогда, во-первых, В штрих не пересекается с А. И, во-вторых, В штрих конечна или счетна. Ну, почему? Если В конечна, то любое его подмножество конечна. Если В счетно, то В штрих, его подмножество, оно конечна либо счетна. А теперь смотрите. А объединенное с В это то же самое, что А объединенное с В минус А. Это хорошо видно, если мы с вами посмотрим на круги Эйлера и проверим это равенство на них. На самом деле, мы его уже проверяли когда-то, но давайте убедимся. вот А, вот В, вот множество В штрих. Это В минус А. Вот заштриховано у меня В штрих. Ну, и вы хорошо видите, что объединение А и В это то, что попало хотя бы в один из кругов, оно в точности совпадает с объединением А и вот этого заштрихованной части, которую мы обозначили через В штрих. И тогда у нас с вами получается, что объединение А и В совпадает с объединением А и В штрих, А счетно, В штрих, как мы с вами доказали, конечно или счетно. Ну, и значит, их объединение счетно либо по первому пункту, либо по второму. Если В штрих конечна, то в силу первого свойства. Если В штрих счетно, то по второму свойству. Так, это свойство мы с вами тоже доказали. Следующее свойство, которое мы с вами докажем, показывает, что счетные множества в каком-то смысле это самые маленькие бесконечные множества, которые бывают. Пятое свойство звучит следующим образом. Пусть В бесконечна. тогда существует А, которое под множество В и которое счетно. то есть в любом бесконечном множестве можно выделить счетное под множество. А как мы с вами будем это доказывать? Давайте докажем вот так. Множество В бесконечна. Давайте вот здесь писать. Множество В бесконечна. Значит, в нем можно выбрать какой-то элемент. Множество В бесконечное множество В. Дальше. Если мы из множества В выкинем этот элемент, то останется бесконечное множество. Смотрите, из бесконечного множества В мы убрали один элемент. Осталось бесконечное множество. Оно бесконечное. И значит, в нем можно выбрать еще один элемент. Давайте это множество обозначим В1. Наверное, вы уже поняли, что дальше мы будем делать точно так же. Возьмем множество В2, которое будет В1, из которого выкинули А2. В1 было бесконечным. Мы выкинули один элемент. Это множество бесконечное. Значит, в нем можно выбрать какой-то элемент. Назовем его А3. Дальше рассмотрим множество В3, которое будет В2, из которого убрали А3. Оно тоже бесконечное. Ну, а значит, в нем можно выбрать какой-то элемент. Назовем его А4. Я думаю, уже достаточно хорошо понятно, что происходит. Я скажу и так далее. Значит, как мы с вами рассуждаем? Мы говорим наше множество бесконечно. Берем в нем элемент. Это А1. Множество того, что осталось в В, тоже бесконечно. Берем в нем элемент. Это А2. То, что осталось опять бесконечно. Берем в нем элемент. Это А3. И так далее. На каждом шаге мы удалили из множества В только конечный набор элементов. Значит, осталось бесконечное множество. В нем можно выбрать некоторый очередной элемент. Вот наша счетная А будет состоять из А итых, где и натуральная. Ну, и само его задание показывает, что множество А счетное. Вот наша А. На самом деле это доказательство опирается на довольно сильное предположение о том, как устроено множество. Это предположение... Вот смотрите, мы каждый раз, когда мы выбираем элемент А1, А2, А3, А4 и так далее, мы выбираем какой-то произвольный элемент, но не описываем конкретно никакого способа, как именно его выбрать. Вот такое утверждение о том, что такая функция, она называется функцией выбора, которая из каждого множества выбирает его элемент, называется аксиомой выбора. На первый взгляд, это очень естественное, понятное, почти очевидное утверждение. Пусть есть некоторое множество, состоящее из непустых множеств. Тогда существует функция, которая каждому из этих непустых множеств сопоставляет какой-то его элемент. Кажется, что чего проще. Множества непустые, значит, это так. Но если вы попробуете для какого-нибудь не слишком простого множества, состоящего из непустых множеств, построить функцию выбора, явно построить, явно указать, каким образом вы этот элемент выбираете, то такого понятного, конструктивного, говорят, описания, что делать, чтобы этот элемент выбрать, у вас не получится. И следствиями этой невинной аксиомы выбора являются довольно странные утверждения и довольно общие утверждения. Нам они с вами сейчас не очень интересны и не очень нужны, но вот упоминаю я об этом только для того, чтобы вы имели в виду, на первый взгляд, очень простое, прозрачное доказательство какого-то факта про множество может опираться на довольно сильные предположения, которые своими следствиями имеют не только этот естественный факт, а гораздо более сложные и непонятные факты. Вот всегда такие следствия могут быть. Все предыдущие доказательства мы проводили, не опираясь на эту аксиому, а вот здесь она нам с вами понадобилась. Следствие отсюда. Следствие отсюда вот какое. Пусть B бесконечно, а A счетно. Тогда A, объединенное с B, равномощно B. Значит, если мы к бесконечному множеству добавляем счетное, на самом деле, или конечное, то мы получаем равномощное ему множество. На самом деле мы с вами этим фактом пользовались, мы его доказывали для частного случая, когда мы брали множество всех последовательностей без хвоста нулей, бесконечное, добавляли к нему счетное множество последовательностей с хвостом нулей и доказывали равномощность. Получали множество всех последовательностей и доказывали его равномощность множества последовательностей без хвоста нулей. А вот сейчас давайте этот факт докажем в общем виде. Доказательство следующее. У нас с вами множество b бесконечно, значит, в нем можно выделить счетное подножество. Назовем его, скажем, d. Пусть d подножество b, и оно счетно. Тогда множество b это d, которое объединяется со всей остальной частью b, b минус d. Что такое b, объединенное с a, или a, объединенное с b? Это a, объединенное с d, ну и объединенное с b, минус d. А теперь смотрите, пожалуйста. d счетное, а конечное, либо счетное. Поэтому a, объединенное с d, вот это множество, оно тоже счетно. Дальше мы можем с вами устроить взаимно однозначное соответствие между d и a, объединенным с d, да? А, поскольку они оба счетные. Вот тут есть биекция. И, конечно, есть биекция тождественная между b минус d и b минус d. Значит, здесь эта функция f от x равная x, а здесь эта функция, которая делает биекцию между двумя счетными множествами. Объединение этих функций даст нам биекцию между b и a минус b, и a, объединенным с b, что нам и требуется здесь. На самом деле здесь есть небольшая тонкость, которую я сейчас спрятала. Небольшой обман. Это работает, если множество а не пересекается с множеством b. Тогда вот это объединение, а, объединенное с d, не пересекается с b минус d. И действительно, мы можем функцию на этом объединении определять одним способом, а на этой разности определять другим способом. Иначе, если бы они пересеклись, после того, как мы их объединили бы, получилась бы не функция. Значит, вот это доказательство работает для случая, когда а и b не пересекаются. Что делать, если а и b пересекаются? Заметить, что можно вычесть b из а, и останется по-прежнему счетное или конечное множество. И объединять b с этой разностью. С разностью а минус b. Этот трюк мы с вами уже использовали, когда доказывали свойство номер 4. Следующее свойство. Следующее свойство счетных множеств, которые мы тоже, на самом деле, уже доказывали на примерах. Ну, давайте, это будет у нас с вами номер 7. Если а и b счетны, то их декартово произведение тоже счетно. Давайте этот факт доказывать. Доказываем. Раз множество а и b счетны, мы можем задать а как вот такое, а b как вот такое множество. Занумеровать элементы а и занумеровать элементы b. Теперь мы построим табличку. Помните, как мы доказывали, что произведение, декартово произведение n на n счетно, натуральных чисел на натуральные. Мы строили табличку. По горизонтали будут элементы а, по вертикали элементы b. А в клетках этой таблички, вот координаты соответствующих точек этой таблички, вот точки этой таблички изображают пары, принадлежащие декартовому произведению. То есть вот, например, вот эта точка, это пара а1, b1. Вот эта точка, это пара а2, b3. Вот эта точка, а4, b2. То есть вот эти точки изображают декартово произведение множеств а и b. Ну и мы с вами уже обсуждали, каким образом можно его занумеровать. Так сказать, косым дождем, вот таким. Вот направление нашей нумерации. По диагоналям. И когда диагональ закончилась, мы переходим к следующей. То есть вот этот элемент имеет номер 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее. Вот такая нумерация. Факт доказан. Давайте получим отсюда замечательное следствие. Мы с вами знаем, что n, умноженное на n, счетно. Поэтому n, умноженное на n, еще раз умноженное на n, это множество порядочных троек. Три элемента, три натуральных числа, стоящие в определенном порядке. Вот это элементы такого декартового произведения. Смотрите, это пара и еще третий элемент. Вот это множество счетное, и вот это множество тоже счетное. Значит, все это множество счетное. Оно обозначается n в кубе. Аналогично, n в четвертой степени, да? Это n в кубе, декартово, умноженное на n. Оно тоже счетно. Ну и так далее. n в степени k счетно для любого натурального числа k. Как доказывается, если говорить формально, доказательство идет индукцией по параметру k. Как мы доказываем, что n в кубе счетно? n в квадрате счетно, мы это уже доказали. Декартово произведение двухсчетных множеств счетно. Как мы доказываем, что счетно n в четвертой? n в кубе счетно, только что доказали. Декартово произведение двухсчетных счетно. Ну и двигаясь таким образом до любого натурального k, мы за конечное число шагов дойдем. Теперь следующий факт. Следующий факт касается бесконечных объединений. Давайте предположим, что для каждого n задано множество a с индексом n. и оно конечное или счетное. Тогда объединение всех a n по всем натуральным n, вот такое объединение, оно тоже будет счетным. Давайте вот так вот делим наше следствие от всего остального. Так, ну как этот факт доказывать? Доказывать очень похожим способом. Мы снова составим табличку. В первой строчке будут элементы множества a1. И то, что они из первого множества, будет показано верхним индексом. Первый элемент первого множества, второй элемент первого множества, третий элемент первого множества и так далее. Возможно, это перечисление закончится в какой-то момент, если a1 конечный. Возможно, нет, если a1 счетный. Аналогично во второй строке этой таблицы будут элементы множества a2. То, что они из a2 показывают верхний индекс. Первый элемент второго множества, второй элемент второго множества, третий элемент второго множества и так далее. Далее в следующей строке элементы a3 и так далее. Как мы теперь эту табличку занумеруем? Точно так же. Идея та же самая. Таким же косым дождиком. Единственное, что, когда мы дошли до очередного элемента, начинаем с угла, это элемент номер один, это элемент номер два. А когда мы доходим до следующего элемента, мы проверяем, встречался он раньше или нет. И если он уже встречался раньше в нашей нумерации, то мы ему номер не приписываем, просто пропускаем его. А если не встречался, то приписываем. Дальше переходим на следующую диагональ. Ну и так далее. Направление нумерации такое же. Возможно, если какие-то из этих множеств конечны, то какая-то диагональ будет содержать не все положенные ей элементы, а только некоторые. Но это только означает для нас, что мы пронумеруем в этой диагонали. Меньшее число элементов. В любом случае, этот способ описывает, как нумеровать объединение всех а-энтах. Давайте отсюда тоже получим важное следствие. Следствие вот какое. Это следствие из восьмого пункта и того следствия, которое мы доказали перед этим. Смотрите, для каждого ка н в степени ка счетное. А дальше мы берем счетное объединение. Индексы пробегают в счетное множество. Вот этот индекс, он же степень. И каждое множество счетно. То есть мы объединяем счетное количество счетных множеств. Что получается? Согласно пункту 8, получается счетное множество. Осталось понять, что такое н в степени ка. Н в степени ка – это последовательности натуральных чисел длины ка, то есть состоящие ровно из ка элементов. Тогда что такое объединение всех н в степени ка? А объединение н в степени ка – это все конечные последовательности натуральных чисел. Если последовательность конечная, возьмем ка, ее длину, она попадает в н в степени ка. Таким образом, вот это последствие последнее говорит нам с вами, что множество всех конечных последовательностей натуральных чисел счетно. Внимание, вопрос. А множество всех последовательностей натуральных чисел счетно или нет? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить факт, который мы доказывали с вами на прошлой лекции. Факт такой. Множество всех последовательностей из нулей и единиц не счетно. То есть уже все последовательности из нулей и единиц нельзя занумеровать. Если бы множество всех последовательностей натуральных чисел было бы счетным, то любое его подмножество, вот это четвертое свойство, вот это, было бы конечным или счетным. В частности, вот это подмножество. Значит, оно, в частности, простите, сейчас разрешите, я исправлю. А если бы множество всех последовательностей натуральных чисел было бы счетным, то любое его подмножество было бы конечным или счетным в силу свойства номер 3. А мы с вами знаем, что уже множество последовательностей из нулей и единиц не является счетным. Значит, в нашем множестве есть бесконечное несчетное подмножество. Множество всех последовательностей. И значит, это множество несчетное. Хорошо, мы можем порассуждать дальше. Множество всех конечных последовательностей, как мы только что доказали, давайте я это подпишу, что вот это множество – это все конечные последовательности натуральных чисел. Значит, множество конечных последовательностей натуральных чисел счетно, доказано. Множество всех последовательностей натуральных чисел не счетно, тоже доказано. Будет ли счетно множество бесконечных последовательностей натуральных чисел? Если бы оно было счетным, то смотрите. Множество конечных последовательностей счетно. Даже вот сюда можно смотреть. И множество бесконечных последовательностей счетно. Тогда множество всех последовательностей счетно. А это не так. Значит, множество бесконечных последовательностей натуральных чисел счетным не является. Давайте теперь разбираться не с последовательностями, а с подмножествами. Давайте теперь посмотрим на эти результаты, что говорят они нам о подмножествах натурального ряда. Что мы с вами уже знаем? Мы уже знаем, что множество всех подмножеств натурального ряда, оно не исчетно. Второе, что мы с вами можем сейчас получить. Множество конечных подмножеств натурального ряда, оно будет подмножеством конечных последовательностей. Почему это так? Чем отличается подмножество от последовательности? Когда мы перечисляем элементы подмножества, мы не повторяем элементы. И если мы их переставляем по-разному, то это разные последовательности, но одно и то же подмножество. Поэтому, если мы возьмем любое конечное подмножество натурального ряда и расположим в нем элементы в порядке возрастания, например, мы взаимно однозначным образом получим некоторую последовательность, строго возрастающую конечную последовательность. То есть мы можем отождествить конечные подмножества с возрастающими конечными последовательностями. А вот в этом множестве у нас с вами все последовательности. Ну, соответственно, множество конечных подмножеств в него включено. Как подмножество? Что отсюда следует? Раз вот это множество счетно, то вот это множество тоже счетно. Понятно, что оно бесконечно, да? А в счетном множестве бывают какие подмножества? Смотрим с вами на пункт 3. Конечные либо счетные. Это подмножество бесконечно, значит, оно счетное. Итак, множество конечных подмножеств счетно, множество всех подмножеств не счетно. Что отсюда следует? Множество бесконечных подмножеств натурального ряда равномочно множеству всех его подмножеств. равномочным множеством всех его подножеств, а следовательно, тоже несчетным. Почему равномочным множеством всех подножеств? Давайте посмотрим, на какое множество эти два множества отличаются. Как получить p от n из множества бесконечных подножеств? Понятно как. Добавить множество конечных подножеств. То есть вот это множество, P от N, получается из множества бесконечных подмножеств добавлением множества конечных, оно счетно. При добавлении к бесконечному множеству счетного множества его мощность не меняется. Получается равномочное множество. То есть мы пользуемся здесь с вами свойством номер 6. То есть помните доказательства теоремы о том, что подмножество N равномощно, P от N равномощно интервалу от нуля до единицы. Мы с вами его доказывали в прошлый раз, на прошлой лекции довольно длинно и трудно. На самом деле было это длинно и трудно, потому что мы попутно доказали значительное количество этих свойств, но только для некоторого частного случая. На самом деле, в чем там состояла идея? Мы любое число из интервала 0,1 записывали бесконечной двоичной дробью. Бесконечная двоичная дробь – это то же самое, что последовательность без нулей единиц. Для того, чтобы такое соответствие было взаимно однозначным, мы говорили, что эта последовательность не должна содержать хвоста нулей. Дальше мы говорили, что любое подмножество натурального ряда тоже соответствует однозначным образом последовательности нулей единиц. Мы просто ставим на катом месте нолик, если число k не принадлежит нашему подмножеству единичку, если принадлежит. Получается последовательность, которую наше подмножество задает. Что тогда у нас с вами получается? Получается, что последовательности с хвостом нулей задают конечные подмножества. А мы с вами теперь знаем, что конечных подмножеств считано. А бесконечных подмножеств столько же, сколько всех подмножеств. А бесконечных подмножеств через двоичную запись столько же, сколько чисел из интервала 0,1. Столько же в смысле равномочных. И поэтому, используя то, что мы уже доказали, мы можем эту теорему доказать значительно проще. Просто используя общие свойства счетного множества. Хорошо. Множество равномочной натуральному ряду называются счетными. Множество равномочной интервалу 0,1 и отрезку 0,1 называются множествами мощности континуума. Давайте, во-первых, приведем примеры таких множеств. Во-вторых, давайте попытаемся ответить на какой вопрос. Мы знаем, что есть два вида, как минимум два вида бесконечностей неравномочных. Один вид — это натуральные числа, а второй вид — это подножество натуральных чисел. Множество натуральных чисел бесконечно, множество подножеств n тоже бесконечно, но между собой они неравномочны. Давайте зададимся вопросом, а бывают ли еще какие-то бесконечности, неравномочные ни тому, ни другому. Вот сейчас давайте докажем, что бывает. Что разных неравномочных друг другу бесконечностей на самом деле сколько угодно много. Их бесконечно много. Результат, который мы сейчас докажем, принадлежит Кантеру. Еще одна теорема Кантера обобщает одну теорему, которую мы с вами уже знаем. Мы с вами доказывали, что множество натуральных чисел и множество всех его подмножеств неравномочны. Это утверждение было доказано на прошлой лекции. Сейчас мы с вами докажем это утверждение в более общем виде. На самом деле множество а и множество всех его подмножеств никогда не будут равномочны. Какое бы а мы ни взяли. Для конечных множеств, давайте поймем сначала, что для конечных множеств это очевидно. Если в множестве а2 один элемент, сколько у него подмножств? Пустое, либо содержащий один этот элемент, два. Если в множестве а2 элемента, сколько у него подмножств? Про каждый элемент, первый и второй, я должна сказать, содержится он в подмножстве или нет. Этим полностью задается подмножство. Значит, для двух элементов два варианта, взять или не взять их в подмножство. Соответственно, получаем 2 в степени 2, 4 варианта. В а два элемента, в p от а четыре. В общем случае, если в а n элементов, то в p от а сколько будет элементов? Для каждого из n элементов две возможности взять его или не взять в подмножство. 2 в степени n. Опять, n никогда не совпадает с 2 в степени n. Сила этой теоремы в том, что для бесконечных множеств она остается верной. Давайте для начала получим из нее следствие. Множество натуральных чисел неравномощно множеству его подмножств. Теорема Контора. Это множество, это следствие, неравномощно множеству всех подмножств p от n. Теорема Контора. Эти два множества, стоящие по краям, тоже не могут быть равномощны друг другу. Это несложно показать. Если бы это множество было еще одним, это его подмножство. Это p от n было бы некоторым подмножством p от p от n. Его можно точнее отождествить с подмножством p от p от n. С одноэлементными подмножствами p от n. И, соответственно, тогда и это множество тоже было бы счетным. Эти множества неравномощны. И дальше снова мы можем применить теорему Контора. И это неравномощно. p берем три раза. И так далее. Что нам удалось? Нам удалось построить бесконечную серию бесконечных подмножств, из которых никакие два неравномощны. бесконечную серию неравномощных друг другу подмножеств. Давайте так это и сформулируем. Существует бесконечно много неравномощных друг другу подмножеств. И для обоснования этого факта нам осталось только доказать теорему Контора в общем виде. Давайте предположим от противного доказательства. Давайте предположим, что эти множества равномощны. Что означает их равномощность? Равномощность означает существование биекции между А и П от А. Это биекция. Ну, если я возьму произвольный х из множества А, то ему соответствует f от х, который подмножество А. И это подмножество может х содержать, а может не содержать. Вот мы составим множество. Давайте назовем его БМ. По аналогии с тем, как мы доказывали теорему Контора для натуральных чисел, Б состоит из таких х в множестве А, для которых х не содержится в f от х. Б, безусловно, подмножество А. Поскольку f – это биекция между А и П от А, значит, найдется такой элемент, ну, скажем, х нулевое в множестве А, что В есть f от х нулевого. Раз В – это подмножество, значит, оно получается, как образ функции f на некотором элементе. Что тогда получается? Давайте зададимся вопросом, принадлежит ли х нулевое к В. Видите, та же самая диагональ. Та же самая диагональ. Мы смотрим, когда х попадает в подмножество, занумерованное этим х. Если х нулевое попадает в В, а В – это f от х нулевое, мы получаем, что х нулевое попало в f от х нулевого. Значит, по определению, смотрите, по определению В, оно не должно попасть в В. И в обратную сторону. Если х нулевое не попало в В, В – это f от х нулевого. Тогда мы получили, что х нуль не попало в f от х нулевого. А значит, смотрите, х нуль не попало в f от х нуль, значит, мы должны положить х нуль в В. Что у нас с вами вышло? У нас вышло, что х нуль принадлежит В тогда и только тогда, когда х нуль не принадлежит В. Противоречие. Итак, нам удалось доказать обобщение утверждения о том, что натуральный ряд неравномочен множеству своих подножеств. Оказывается, это свойство выполняется для любого множества А. И доказательство, как вы видите, практически полностью повторяет те же самые идеи, которые использовались в доказательстве первого факта. Итак, теперь мы с вами знаем два вида бесконечностей. Счетные множества, равномочные натуральному ряду. Множество мощности континум. Это множество, равномочные интервалу от нуля до единички. Мы знаем, что существуют и другие бесконечные множества, неравномочные ни тому, ни другому. Вот мы их бесконечную серию выписали. Что нам с вами предстоит? По примеру, в счетных множествах мы знаем много, а вот множество мощности континума пока знаем не очень много. Это интервалы, отрезки, лучи, числовая прямая. Из множества другой природы множество всех подножеств натурального ряда, либо множество всех бесконечных подножеств натурального ряда. В следующий раз мы с вами познакомимся еще с некоторыми примерами, интересными примерами числовых множеств мощности континума, а затем проделаем с бесконечными множествами то, что мы когда-то в детстве сделали с конечными множествами. Мы научились не думать про природу элементов множества и думать только про количество элементов. Таким образом у нас возникают числа. Натуральные числа — это количество элементов в конечных множествах. Вот мы попробуем придумать такие бесконечные, описать такие бесконечные числа, которые будут количества элементов в бесконечных множествах. И попробуем действовать с ними как будто бы с числами. То есть что мы делаем с числами? Сравниваем, складываем и умножаем. Это первое, что мы делаем с числами. И вот с этими бесконечными числами, которые называют либо кардинальные числа, либо мощности, мы тоже попробуем делать то же самое. Сравнивать, складывать и умножать. И посмотрим, какая интересная арифметика там получается. До свидания.